Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Тогда уповноваженный от партии, который был в природном околгоспе, бюрократия тогда была так, что они массу документов вынищили миллионами, но все равно оставалось. Так вот, как уповноваженный, это ноябрь 1932 года, это как раз когда массовая смертность началась, его пайок, который он написал, и ему поставлялся. На каждый день, как кто-то из вас скажет, кто даже в луч время ест, на каждый день 800 грамм хлеба, 800 грамм картошки, курицу, правда, на 4 дни они делали, одна курица на 4 дни, 100 грамм коровячого масла, хоть кто-нибудь ест масло по 100 грамм каждого дня, каждого дня 100 грамм олії, 100 грамм меду, 5 яиц, литр молока. То это что, как не комунизм? Это на грани людской возможности съесть таку количество продуктов. После этого, как он поехал, не заплативши, его потом долго шукали, так еще перед тем написал заяву на то, чтобы ему выдали с собой 16 килограмм борошна, и поехал в Одессу, не заплативши. Вот это они так жрали. Так что, эта человек скажет своим нащадкам, что был голодомор? Та не было никакого голодомора. Что, он не прав? А 10 миллионов, правда, утром, сьогодні назвали цифру 9 миллионов. Но, желающие уменьшить, называли, вы знаете, 4, 4,5, но все, допустим, асоціація, яка была организована, асоціація дослідників голодомору, они проводят цифру 10-12 миллионов, разные, допустим, и Конгресс США рассматривали это вопрос, называют цифру до 15 миллионов. Добре, я більше багато, что рассказываю, але нас мало. Самое интересное, где наши руководители, наши поселки Семеновки, Людмила Павловна и так далее. У них, наверное, тоже голодомора не было в свое время. Поэтому они это делают им, как укорм, в конечном итоге сейчас, по минуте зверски замученных наших землянников. Я говорю, просил поставить крест голодомору в памяти, говорю, у нас не было голодоморовичей, у них, наверное, же не было, у Людмила Павловича. Если еще раз скажу я тебе, если мне обовязково это скажу, конечно, для тех, кто робил голодомор, для них голодомора не было. По какомусь сбегу, я побачаюсь, але все главные злочинцы, все, кто робил голодомор, ну, чувствую, они все одни и национальницы. Ну, одни и они, оцей все, Каганович, Хатаевич, Косиор, после целей. Ялашевич у нас есть, тоже пыльщик. Яншинский, и Ягода, и Ягода, и Ягода, а главный, главный, основник голодоморьев, Ульянов Блан, ну, більш известный під кличкою Ленин, и Стротским, основные. Они все одни и национальности, одни и нет. Так что так и делаем. Ну, хорошо. Надо, можно бесконечно на Цветы Мору рассказывать. Это страшная вещь, я говорю, ужасная. Когда детей вынуждены были есть, с ума сходили люди и так далее. Это ужас какой-то. Вообразить невозможно такое страшное время. Так вот, тогда, 21-23 годы, первый голодоморь, который организовал Ульянов Бланк. Когда пришли ходаки, до Троцкого попали на прием, сказать же, как, помираем с голоду. То он сказал, вот когда ваши матери начнут ездить своих детей, тогда будет голодомор. А это не голодомор, это сказал Троцкий. То есть, они уже тогда знали, что они будут... Я расскажу сейчас, можно рассказать своего деда Андрея. Что он рассказывал про голодоморь. Ты же не жив тогда, а он мне рассказывал. Мого деда померло пяти детей. Мой батько опухал и мать опухала. Только теперь я уже знал, как мне рассказывали, я еще маленький был, не знал, что пухнуть от голода. Один раз только, а второй раз помирают, сразу помирают. То есть, если он уже опухал один раз, потом вышел из этого состояния, то за другим разом помирают сразу. Все, один раз пухнуть. Мои батьки пухли, обидва пухли от голода. А у деда померло пяти детей. Подожди. Зачем деды, бабы? Моя мать тоже пережила в белогубах голод. И она рассказывала трошку. И что она меня привела, это когда ты еси, остаются крошки. Ты никогда их не выбрасывай. А собери в кучу и кинь собакам. Теперь все два слова за 46-й и 47-й рик. Виктор, а что ты не даешь никому? Тихо сам. Будь ласка, говори. Я хочу сказать за деда. У меня дед Андрей, Бойко Андрей Иванович. Значит, 1908-го року народження. Помер в 83-му році, как я уже пришел за мной. Я приезжал до нас в гости. Дед рассказывал, что село было четыре колгоспи и один совхоз. Великое село, Винницкая область, Ободнівский район. Там леса, ну лесная зона, село Павлевка. И из села, где-то до двух тысяч было народу. Померли, осталось человек более 300-400. Там мы лежали, ну уже доходили люди, как вы говорите, мерли. Даже кони поїли, все. Волами ездили, собрали этих людей, чтобы они должны умерли. И везли на цвинтарь, значит, а там вырыти один яр. Одни мертвы, а другие еще такие, может, кто же спасет. Сбирали все. Да, и спадали. Им за это давали какую-то там бурду, какие-то там семечки, что-то там. Ну, что-то давали. Наверное, баба Паразка моя, это батько и мать, наверное, что опухли ноги. У всех людей были опухли ноги, руки. Деда тоже, животи великые. Ну, виживали, конечно, сами сильные ж виживали. Они тогда спасалися, чтобы баба уехала в Бесарабию, там заработала их из торбины зерна, что-то еще, но спаслася. И там дала сусідам и знакомым. А так, скажу, вимерло почти все село. Значит, не было трудоспособного населения. Дети малые пасли таки. Мой батько малый был. Пасли, да, крови. Те, что выжили, помирали дети в основном. Да, дети в основном помирали. Вот это такое, я хотел сказать. Больше... И слава, ну, что вы говорите. Что-то страшная такая трагедия. Такая здоровная слава для Украины. Украинский народ разделился. Да, разделили. Да. Значит, я... Подожди. Давай. В общем, я что хочу сказать. Значит, те, что у нас на сегодняшний день немало у райцентра ни одного знака, ни одной таблички, ни одной палочки якоїсь. А влада, влада, яка повинна, на прикладі цієї, значит, страшної трагедії, виховувати покоління, яке повинно помнити, що приводить до вимирання нації. Вот. Не робе нік палець о палець не б'є, значит, для того, щоб нація помнила. Так для чего им це робить? Вони це роблять, вони нас продовжують винищувати, щоб нас не стало. Так, воно є, ну, я розумію, що їм це не треба, потому що так чи іначе, але це нащадки тих, хто це і робив. Именно, 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 це їхні прямі потопки. Тому, так сказать, своїх батьків, значить, это виставлять в такому світлі неприглядному, це ж, конечно, вони не будуть робити. Ну, есть люди, значит, ми, как нация, мы должны подняться над цим, значит, об'єднатися. Те недавні, так сказать, події, які відбулися на Майдані, які, собственно, і призвані були для того, щоб нація встала, проснулася, Чтобы нация стала полноценным джерелом влады, для этого мы тоже должны поднимать это вопрос, мы не должны его ни в каком разе замолчивать и давить на владу. Я хочу, чтобы я дожил до того времени, когда этот мемориал станет, чтобы наша нация полюбила свой народ, так как любят свой народ евреи, которые 15-20 души расстреляли, и они собі мемориал поставили, они цянуют своих людей, они помнят их, они співчувают. Я хочу, чтобы наша нация научилась співчувати своим людям, своему народу, чтобы они не были плебеями, какими-то манкуртами, которые будут почитать вокруг себя все нации, все народы и всех их облаживать и облизывать. А своих, на своих плебать. Украинцев умерло еще 2 миллиона. При этом, я хотел сказать, при этом, это как раз те годы, когда создавалась ядерная оружие. Это для тех любителей, которые до сих пор говорят, чтобы сделать, как раз эти люди, которые в своем жизни работали только языком, больше ничего, только языком, и еще, может, одним членом, который между ногами, больше ничего. Но они говорят, чтобы восстановить ядерную оружие. Так вот тогда, как создавалась в СССР ядерная оружие, работали на создании инфраструктуры объектов, то есть промышленных предприятий, и так далее, працювали зеки и працювали військовополоненние, німцы. Кроме військовополоненних німців, працювали специалисты, которые не были військовополоненными. Они працювали как специалисты, получили зарплату больше, чем наши инженеры и ученые. Но при этом мали пайок. Запомните, как украинцев 2 млн. вимирали. Пайок зеков и військовополоненних был 600 грамм хлеба и плюс остальные продукты. То есть это не то, что голодомор, это и голод не был. Это нормальный 600 грамм хлеба, это никакой. А украинцев 2 млн. и еще один момент, еще одна информация. При этом вывезли 2,5 млн. тонн зерна за кордон СССР. При этом, некоторым странам, скорее всего, это тем, что присоединили до так называемого социалистического лагеря, безкоштовно. То есть была надана допомога безкоштовно. 2,5 млн. тонн маленькой частины, этого хватило, чтобы люди не умирали на Украине. Но безкоштовно. Роздали, а украинцев еще 2,5 млн. вимирали. В таких муках нечастливых и так далее. Будем помнить их вечно. Самая страшная смерть, это смерть голоду. Те, кто произвел хлеб, забрали и варили голодом. Хлебородом. Да, все. Все, что надо выписать в интернете, чтобы все знали, что... Субтитры сделал DimaTorzok